Добрый вечер, друзья! В эфире служба информации Первого Балтийского канала и программа «Литовское время». Сегодня в нашем выпуске. Власти повысили верхнюю планку цены на газ. Со следующего года отопление неизбежно подорожает. Новая коалиция в Вильнюсе. Избирательная акция поляков Литвы. Союз христианских семей. Назвали аргументы выборочной поддержки либералов. Взрыв газа у баллонов. Точки по продаже фастфуда в Вильнюсе. Кто и как контролирует места продажи кебабов в столице? Накануне Дня усопших. Профессия копатель могил. Как живые чтут память ушедших глазами постоянного наблюдателя? Об этих и других новостях сейчас более подробно. Природный газ с нового года в Литве подорожает. Верхний предел цены на голубое топливо повысится почти на пятую часть. Для рядового потребителя в первую очередь это скажется на стоимости отопления. Причину называют две. Подорожание поставок газа на фоне снижения потребления. Чем меньше мы расходуем энергии, в том числе газа и тепла, тем меньше мы должны теплосетям за обогрев. Это простая потребительская логика. У государства логика другая. В Литве объемы потребления газа что ни год падают. Мы выполняем директивы ЕС. Топим опилками и добавляем РАПС. Однако договор с норвежцами по поставкам газа на терминал никто не отменял. В итоге мы за меньший объем газа заплатим столько же за счет подъема рыночной цены. Фирмы-поставщики тепла несут ответственность, а потребители оплачивают содержание важного стратегического объекта – терминала сжиженного газа. Пока круг потребителей газа не растет, а внутри страны мы сокращаем потребление, все вместе это повлияло на газовые тарифы. Пока в соседней Латвии предпочитают более дешевый газ от «Газпрома», литовский потребитель платит за политически корректный норвежский газ. Но чтобы успокоить жителей, тепловики приводят данные, что отопление подорожает меньше, чем само голубое топливо. Объявленное подорожание, конечно, скажется на стоимости отопления. Если объявлено, что газ с нового года подорожает на 10%, то в вирнюских теплосетях, где газ и биотопливо расходуются поровну, киловатт-час тепла подорожает на 5%. А, например, «Балтерма» отапливает помещения газовыми котлами. У них тепло подорожает так же, как и газ. Комиссия по ценам и контролю за энергетикой вчера установила верхний ценовой предел на газ для «Клэпидоснофты» почти на 20% выше нынешнего. Однако все ими говорят, цены на газ и нефть растут и в мировом масштабе. Как видите, цены на нефтепродукты на мировом рынке растут. С учётом общей ценовой тенденции, комиссия по ценам утвердила, на следующий квартал цены на газ примерно на 12% выше. Понятно, что производителям тепла так же придётся за сырьё платить дороже. Тем временем Комитет экономики гораздо больше озабочен подорожанием солярки, которые сами же спровоцировали повышением акцизов. В Латвии дизерин подорожает на 15%. В Польше не так заметно. И в Литве. Нам обещал министр финансов, цена на дизерин не будет выше польской, чтобы сохранить стабильность в регионе. Для нас главное, чтобы перевозчики не проезжали мимо наших заправок, поскольку территория у нас небольшая. Отметим, дизерином также топится большинство котельных по стране. Значит, из трёх основных видов топлива два будут дорожать. У потребителей централизованной системы отопления нет выбора, платить или не платить. Но мы хотя бы будем знать, почему сумма в расчётке снова подросла. Наталья Гаврюшова, Витянец Тругинис, Первый Балтийский канал. Но есть и хорошие новости. Снижаются цены на электроэнергию. В связи с тем, что возросла выработка, на прошлой неделе снизилась цена. За неделю выработка электроэнергии возросла на 12%. В зоне торговли Литвы на бирже Нордпул цена за электроэнергию за неделю снизилась на 4%, до немногим менее 35 евро за мегаватт-час. Литва в течение недели импортировала 75% всей потреблённой электроэнергии, из которой 43% из Швеции, 26% из Латвии, Эстонии и Финляндии, 31% из третьих стран. Очередной план Министерства образования и науки по реорганизации сети университетов был представлен ректором вузов нашей страны на профильной конференции. В столице помимо Вильнюсского университета широкого профиля планируется развивать как технический университет, так и специализированные школы искусств, художественную и музыкальную академии. Проект предполагает объединить все пять кауновских вузов в один широкопрофильный университет. Вильнюсский педагогический разделят между собой два главных университета страны – Вильнюсский и Кауновский. В столице будут готовить педагогов, а в Каунасе – непосредственно учителей. Университет Миколаса Ремереса вместе с кауновским филиалом должен влиться по плану в столичный гранд-университет, чему, правда, противится само руководство Ремереса. Та же проблема и с кауновским университетом спорта. Пока не все ясно и с Клайпетским университетом, так как его ждут две альтернативы – либо остаться автономным, либо влиться в широкопрофильный университет на правах научного центра. В Чауляй вместо отдельного вуза появится филиал Вильнюсского университета с центром подготовки педагогов. Литовские консерваторы предложили объявить 2019 год годом литовских евреев. Это стало результатом скандала вокруг изъятия из продажи всех книг писательницы Руты Ванагайте. Члены парламентской фракции Союза Отечества, христианских демократов Литвы, Мантаса Доменас, Габриэлюс Лансбергес, Радвиля Муркуна и Тимикуленине, Андрюс Кубилюс и Эдмундас Пупинис предлагают 2019 год объявить годом литовских евреев. Литовские евреи – неотъемлемая часть нашего общества еще со времен Великого княжества литовского. После Второй мировой войны и пережитых во время нее страшных трагедий необходимо утвердить недвусмысленное соотношение общества и государства с трагедией Холокоста и общиной литовских евреев. Тем более, что последняя подарила Литве много выдающихся личностей. Желая продемонстрировать уважение к еврейской общине, стремясь к более тесной дружбе с еврейским народом, мы предлагаем объявить 2019 год годом литовских евреев, сказал староста фракции Габриэль Юсландсбергес. Парламентарии предлагают создать специальную комиссию, которая до 1 сентября 2018 года должна будет подготовить план мер празднования года литовских евреев и предусмотреть в бюджете 2019 года средства для реализации этого плана. Такое предложение родилось после скандала вокруг Руты Ванагайде, чьи книги издательство «Альма Литера» решило изъять из продажи после неосторожного высказывания о предводителе литовских послевоенных партизан Адольфосе Романауско-Севанагасе. Напомним, Ванагайде также является автором нашумевшей книги «Наши» о роли литовцев в уничтожении евреев. Да, тема Холокоста все еще болезненная и острая для нашего общества. Чтобы не осталось места для спекуляций и набирания дешевой популярности на эту тему, обвинений литовского общества в антисемитизме, давайте объявим 2019 год годом литовских евреев и пустимся в серьезное, тщательное, измеренное и открытое изучение нашей истории, совести нашего народа, сказал Мантос Адаменас. Сегодня свыше 300 литовских военнослужащих отправились на международное учение «Союзнический дух» в Германию. В ходе учений, которые начнутся 2 ноября и будут продолжаться почти весь месяц, будет дана оценка учениям литовских военных планировать операции и управлять ими. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Литовская военная бригада на этих учениях будет действовать как главный штаб, принимающий решения и управляющий операциями. В состав объединенной бригады войдут военнослужащие из стран-членов НАТО – Словении, Великобритании, Дании, Соединенных Штатов Америки, Италии и Германии. Руководство учениями осуществляет командный пункт США по учениям в Европе. В прошлых учениях участвовало более 2,5 тысяч военных из 9 стран-членов НАТО. Примерно такой же будет численность участников учений и в этом году. В Вильнюсском горсовете сегодня завершилось трудное формирование правящего большинства. Либералы, которые распрощались с консерваторами, пожали руку социал-демократам, а также новым партнерам – членам партии «Порядок и справедливость», а также заручились частичной поддержкой представителей избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей. Последние говорят, что слепо поддерживать правящих не собираются. Нестабильность в столице, кажется, наконец-то подошла к концу. После долгих поисков новых партнеров либералам удалось склеить новое правящее большинство, в которое вошли 32 из 51 депутата. Правда, оно по-прежнему неформальное. Мэр Ремигиус Чемачус, погрязший в партийных междоусобицах, теперь обещает обратить внимание и на проблемы города. Фракция обязалась в ускоренном темпе продолжать начатые работы и до конца срока полномочий уделять больше внимания общепринятым приоритетам – образованию, росту города, управлению предприятий, увеличению конкурентноспособности города. Впрочем, уже вскоре выяснилось, что не так всё просто. Глава партии избирательной акции поляков Литвы Союза христианских семей говорит, что подписал с либералами не коллекционный договор, а соглашение о сотрудничестве. Во-первых, договор не о коалиции, а о сотрудничестве четырёх партий. Это нормальная вещь, что депутаты городсовета хотят и должны сотрудничать, чтобы в городе была бы стабильная власть. Но, к сожалению, этой стабильной власти нет. То есть вы видите эту эскалацию конфликта, когда подчинённые обжалуют своих руководителей. На деле это означает, что новые партнёры сами будут выбирать, в каких вопросах поддерживать либералов. А значит, не исключено, что и новоиспечённый союз в городсовете, о котором так смело говорит Шимачус, может со временем дать трещину. Сергей Шалкин, Наталья Гаврюшова, Витяне Стругинис, Первый Балтийский канал. Инициативу города Биржай возле советских памятников оборудовать специальные таблички хотят перенять и другие самоуправления страны, хотя мэр Биржайского района обвиняет своих подчинённых в произволе. Защитник наследия самоуправления Биржайского района Далюс Микелёнис сожалеет, что из трёх изготовленных табличек, которые должны были быть установлены в местах захоронения советских солдат, пока что удалось прикрепить только одну. По его словам, процесс остановил сам мэр Вальдемар Валькюнос. Мэр признался изданию «Литвос Женёс», что ему стало стыдно, когда он узнал, что вице-мэр Ирути Варзене без его ведома приказала у памятников погибшим солдатам установить таблички. Это серьёзный вопрос, связанный с международными отношениями. Мой заместитель поступила очень безответственно. Мало того, таблички изготовлены любительски, они не были ни с кем согласованы. Это произвол, пояснил он. Мэр заявил, что срочно созывает заседание, на котором будут предприняты попытки решить, как исправить ошибку вице-мэра. Напомним, на монументах павшим красноармейцам указано, что они погибли, сражаясь с фашистскими захватчиками, освобождая Литву. У мест захоронений появилась табличка, в которой указано, что информация на монументе не соответствует исторической истине. Продолжаем наш выпуск. Жители северной части Вильнюса вчера не на шутку напугал взрыв и пожар в ларьке по продаже кебабов. К счастью, никто не пострадал, но все городские службы всё же были подняты на ноги. Наша съёмочная группа поинтересовалась, почему эти закусочные заведения часто оказываются в центре общественного внимания. Вчерашний вечерний пожар на улице Станявичевс оставил после себя печальное зрелище. Земля усеяна расплавленными металлическими пластинами, разбросанными рядом с обугленными корпусами соседних киосков. Очевидцы даже утверждают, что перед пожаром слышали оглушительный взрыв. Словом, по чьей-то неосторожности от ларька с кебабами практически ничего не осталось. Сотрудники противопожарной службы считают, что причиной пожара, скорее всего, стала утечка газа. Это был не взрыв газового баллона, а сильная утечка газа. Скопившийся в том помещении газ привёл в взрыву. В результате возник пожар. Загорелись легко воспламеняющиеся вещества. Пожары, говорит сотрудник, настоящая ненастья для вильнюсских заведений общепита, в том числе и ларьков. Дескать, нередко воспламеняются жиры на немытых кухонных плитах. Плохи шутки и с подключением газовых баллонов без помощи мастера. Стоит обратить внимание на техническое состояние газовых баллонов. Они должны быть проверенными и технически исправными. Мы рекомендуем, чтобы такие баллоны подключали к газовым устройствам квалифицированные специалисты. Следует меньше заниматься самодеятельностью, хотя жители Литвы и любят много чего делать сами. А вот в продовольственно-ветеринарной службе считают, что пожары – не единственное, о чём следует побеспокоиться владельцам кебабных. Именно здесь, говорят инспекторы, риск отравиться намного выше, чем, скажем, в кафе или ресторане. В кебабных наиболее часто устанавливаются нарушения требований гигиены. Возможно, сказываются маленькие помещения, в которых не хватает места для правильного расположения оборудования. Кроме того, очень часто меняются работники. Часто в таких заведениях работают плохо подготовленные люди, которые сквозь пальцы смотрят на правила гигиены. Специалисты утверждают, что борются с этой проблемой и частыми проверками, о которых не всегда заранее знает владелец. Настоящего пика эпидемия некачественных закусок достигла 4 года назад, когда ревизоры зафиксировали нарушения в каждом втором ларьке с кебабами. Сергей Шалкин, Аудрюс Андреяускас, Витяне Стругинис, Первый Балтийский канал. Традиционно в последние дни октября жители отправляются на кладбище привести в порядок могилы родных. В Литве день усопших является выходным. Власти предупреждают о многочисленных пробках на дорогах и информируют о возможности повышенной аварийности. А наша съемочная группа пообщалась в канун почитания памяти усопших с работником необычной профессии. Наша съемочная группа в канун Дня усопших отправилась на одно из столичных кладбищ, где встретилась с работником сферы ритуальных услуг. Наш собеседник работает на кладбище уже более 20 лет. Он – копатель могил. В свое время надо было, конечно, учиться. И, может быть, я не работал на этой работе. А вообще работаю на этой работе с 1993 года. Это уже, получается, 24 года. Я копаю могилы. Копаю могилы на кладбище. Ну, наверное, со временем привык к этому. Ты просто относишься к этому как к работе. Бывают, конечно, исключения, бывают похороны младенцев. Но это всегда тяжело. Погодные условия, работа тяжелая. Человек устает морально и физически. В отличие от работы, допустим, где-то в офисе, в том, что ты не можешь себе позволить пойти в кабинете, посидеть, выпить чашечку кофе. Тут любая погода. Ты ограничен временем, и тебе неважно, какая погода, дождь, снег, ветер. Ты должен к определенному времени подготовить эту могилу. Никуда не деться. Зимой я еще начинал, когда работать, это еще только была фирма на Ланду улицы похоронных услуг. Она была единственная в городе. И тогда из техники было только лом и лопата. Сейчас немножко изменилось. Покупают тяжелую строительную технику. Наш собеседник отметил, что количество похорон за последние годы увеличивается. И связывает это с тем, что вся Литва постепенно перемещается из районов к столице. Он заметил также, что наплыв людей в места захоронений происходит не только в день усопших. Всегда увеличивается перед всеми святыми, перед праздником усопших всех. Потом увеличивается День матери, День отца, вот в эти дни. А вообще на этом именно кладбище, тут постоянный поток людей. Ну и вообще в Литве такая традиция, очень присматривать за всеми кладбищами. Поэтому можно сказать так, что всегда тут ухоженные могилы, и все всегда красиво. Перед днем усопших у врат городских кладбищ выставлены небольшие рынки цветов. Цены на венки и свечи, по словам нашего собеседника, на данную продукцию не возрастают. А поток автомобилей увеличивается с каждым днем. Полицейские патрули установлены практически у каждого кладбища. Жителей просят быть аккуратными и ответственными. А почитание памяти усопших в католических странах проводится два дня. Первого и второго ноября. Ирина Высокович, Аудрюс Андрея Ускас, Первый Балтийский канал. И это все об основных событиях вторника, 31 октября, о которых мы успели вам рассказать. По окончании новостного блока смотрите продолжение телефильма «Непокорное». А если вы вдруг решите этим вечером пойти прогуляться и встретите на улицах непонятных монстров и жутких людей, «Не бойтесь и улыбнитесь, эти страшилища празднуют Хэллоуин и никого не обидят». Всего вам доброго и до встречи в четверг.